Главу города-курорта Сергея Сергеева просят расписаться на мяче и сделать первую символическую подачу. Именно он дал старт большому ремонту в этом спортивном зале, практически уничтоженном во время поджога в 2014-м. В детско-юношеской школе «Олимп» занимаются около 300 детей. Многие ее воспитанники добиваются успехов на соревнованиях самого высокого уровня, поэтому вернуть школе ее спортивный зал стало делом принципа. Уверен, что спортивная школа, которая базируется на базе этого «Прекраса», я уверен, был на стройке здесь несколько раз, спортивного зала, воспитала уже несколько мастеров спорта, больше 60-го кандидатов в мастера спорта. У вас нет международников, у вас нет заслуженных. Но вы на пороге, я знаю об этом. И хочу пожелать, поверьте, рука у меня легкая, чтобы все это случилось, и чтобы из этого зала выходили здоровые, крепкие, сильные духом люди, которые сменят нас и будут так же достойно продолжать все дела, которые мы начали. Ремонт продолжался около 9 месяцев. От старого зала остались только стены. Заменили все, что только можно, дав спортивному сооружению в прямом смысле вторую жизнь. Раздевалки, душевые, места для работы персонала. Но самое главное – это пол. Сегодня это лучшее покрытие волейбольной площадки в Анапе. Он покрыт лаком, и это паркет, доска. В волейболы играют, вот лучше всего играть именно на доске, на покрытии таком. И оно не скользит, как можно убедиться в этом. Диана занимается волейболом 7 лет, со второго класса. Призер первенства Краснодарского края. По ее словам, в гостях было неплохо, но зал был поменьше, места не всегда хватало. Можно сказать, да, мы вернулись домой. Счастье, наверное, это непредаваемые ощущения. Для школы это огромное событие, не только для школы, но и для поселка. Скажу, это огромное событие. Давно ждали этот спортзал, нужда в нем очень колоссальная. Очень много детей в виноградном и все время прибавляется. И молодежь у нас тянется к спорту, у нас есть достижения, у нас есть тренеры, у нас есть все для их подготовки. По словам Василия Баева, в непростой период здесь всеми силами старались поддерживать боевой дух и настрой. В целом, с задачей справились. В частности, сегодня два воспитанника школы готовятся к чемпионату Европы по пляжному волейболу.